Деньги и дети. Я не знаю, кто эти вопросы задаёт. В общем, пока то, что идёт, буду проговаривать. Подсмотрел я, в общем, у Гандапаса, как он детей воспитывает. Он где-то в интервью рассказал. Я думаю, как бы на ребёнке это испытать? У меня старшая дочь, ей 14 лет, 13-14. И у неё стали появляться деньги. Мы играем в игру, типа мы у тебя занимаем, а потом отдаём тебе. И у неё почему-то в два раза больше надо отдать. Поэтому мы занимаем у неё очень редко, но у неё всё равно какие-то деньги появляются. И она сейчас взрослая уже начинает колготки носить. И она вот в день по двое колготок, короче. Я говорю, доча, следующие колготки за твой счёт. Всё, две недели носит. И как-то получилось, что рублём как-то манипулировать очень проще оказалось, чем, знаете, ты меня не любишь, там не работает такое. А с деньгами, когда если у него уже есть ценность потихоньку, то... А эпопея с деньгами началась у неё с первого класса. Она как-то принесла домой вот этого лизуна, какая-то фигня, которая тянется. Нет, нет, это лизун. Такой в баночке был. Потом это стало слаймом, ну, в общем, все стали сами делать, но это, в общем, лизун. Она говорит, папа, я за 250 тенге купила. Я думаю, вот такая херня какая-то. Зачем ты за 250 тенге? Потом мы пошли на барахолку, на барахолке нашли вот такую коробку. Оказалось, что стоит одна штука, 41 тенге. Мы ей принесли. Она, короче, продала в школе это за по 250 всё. На второй день приходит, мама, нужен товар. Потом, ну, уже, я говорю, доча, ты кому там продаёшь? Я же знаю, у вас там 40 человек, ты вторую коробку туда фигачишь. Она говорит, я так подумала, что я в классе сижу? Надо же в коридор выйти, там 5 классов. Она встала в коридоре. Потом, короче, нам учительница позвонила, сказала, прекратите хернёй заниматься, потому что вся школа уже этой фигнёй, ну, кидается там, играется. И перед последним звонком она говорит, папа, я там вот девочке одной на 1000 тенге товар дала вдол до 1 сентября. Я говорю, хорошо. И я как-то, ну, так отпустил, думаю, ладно, у ребёнка первые шишки, пусть будут. 1 сентября я уже, ну, так стал забывать и думаю, она вообще сама помнит или не помнит. Она приходит, говорит, папа, я говорю, что? Эта девочка, ты долг не отдала. Я говорю, что? Я поняла, что ты поняла? В долг давать нельзя. Это урок в 7-летнем возрасте. То есть к деньгам приучать надо немножко пораньше, тихо-тихо детей учить коммуницировать с деньгами, и тогда им будет проще потом в жизни. Потому что я понял, что в долг давать нельзя, по-моему, лет в 30. У меня даже не было мыслей, мне казалось, ну, всё равно отдадут, да? А потом, когда не возвращали, я думал, ну, ладно, я же как-то смогу без этих денег. Ничего же страшного. То есть детей с деньгами приучать с раннего возраста, чтобы они были коммуникабельны, что ли, в деньгах. В деньгах.